В личной жизни актёра Алексея Серебрякова никогда не было многочисленных браков и романов на стороне. Со спутницей своей жизни Марией он познакомился, ещё в 1980-м, но тогда судьба развела двух молодых людей, не то что по разным городам, а даже по разным континентам. Мария уехала в Канаду и вышла там замуж, но в 90-е годы случайно оказалась в Москве. Их судьбу, наверное, планировали небеса, потому что роман начался буквально с первой случайной встречи, спустя 10 лет после знакомства. Мария подала на развод и начала совместную жизнь с Алексеем. Она профессионально занималась танцем, выступала в коллективе народных танцев имени Моисеева, потом занимала должность хореографа при Вахтангова. До 2012 года Серебряков со своей избранницей и детьми жил в Подмосковье. В семье воспитываются трое детей. Дочь Даша родилась в первом браке Марии, а мальчиков Степана и Данилу, бывших детдомовцев, супружеская чета усыновила. По словам актёра, ради семьи и счастья жены он отказался от возможности иметь кровных детей, но ни разу не пожалел о принятом решении. Кроме того, в доме жили и четвероногие спутники. Алексей Валерьевич и его питомцы постоянно привлекали внимание журналистов, как пример дружбы с животными, всех псов актёр подобрал на улице, или взял в приюте, не глядя на цену и не гонясь за родословной. Одна из собак, Пуша, инвалид. Предыдущие владельцы животного так привязали собаку к дереву, чтобы она не побежала вслед за бросившими её людьми, что передавленную лапу пришлось ампутировать. Тем не менее, сейчас Пуша живёт, счастливая и сытная жизнью, и даже снимается в социальной рекламе. Помимо помощи бездомным животным, актёр участвует в деятельности благотворительного фонда «Время жить». По поводу проживания в Канаде Алексей Валерьевич озвучил свою позицию в развернутом интервью, которое дал в начале 2018 года. Судя по высказываниям Серебрякова, его не устраивает на родине отсутствие доброжелательности и терпимости со стороны людей. При этом исполнитель упомянул, что никогда не думал о смене гражданства, хотя ранее такие слухи появлялись в СМИ. Он ощущает себя русским человеком и любит свою страну. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звёзд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.